Девушки отдыхают О трое и планах участников расскажет Сирина Васильева. Назревшая работа и насыщенная тематика. Это хорошо, но уже крайне явно недостаточно. Что сегодня происходило в Госсовете Республики, расскажет Дмитрий Аренин. 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Говорят же, вот мы ушли из Афганистана, а Афганистан от нас никогда не уйдет. Созданный силами ветеранов-афганцев музей Гиндукуш в Тукаевском районе увидела Вероника Гайнудинова. В Татарстане сегодня ночью прогнозируют аномально низкие температуры, местами до минус 37 градусов, предупреждает гидрометцентр. По республике столбик термометра покажет минус 25-30, днем ожидается не выше минус 15-20 градусов. Трескучие морозы продержатся до субботы, их в республику принес северный антициклон. Сегодня в полночь в аэропорту имени Габдула Тукая приземлился самолет Стамбул-Казань. Это первый рейс, которым в нашу страну прибыли участники Игр будущего. 65 спортсменов из 13 стран. США, Канада, Перу, Иран, Мексика, Аргентина, Бразилия, Боливия, Латвия, Эстония, Турция, Малайзия, Индонезия. Основная часть игроков прибудет в понедельник и вторник, в канун церемонии открытия. Большинство гостей в России впервые, поэтому немного побаивались наших морозов, но приятно удивились теплой атмосфере гостеприимства. Пол первого ночи. Несмотря на 25-градусный мороз, в Казанском аэропорту царит теплая атмосфера. С чак-чаком, хлебом и солью встречают первых участников Игр будущего. Знакомство с Казанью начинается с национальных мелодий от госансамбля республики. Из зоны прилета с клюшками и багажом выходит команда хоккеистов. Это сборная «Гонзалес». Игроки прибыли в Татарстан из Мексики, Канады и США. И точно не ожидали такого радушного приема. Нас встретили прекрасно, со всеми почестями, даже неожиданно. Участвовать в играх с таким высоким уровнем – это прекрасная возможность показать себя как профессионала. И, конечно же, поближе познакомиться с вашей культурой. У Мексики нет таких традиций в хоккее, поэтому собрали команду межконтинентально. Это будет очень символично, если команда Мексики, которая практически не выступала в хоккее, вдруг победит в дисциплине. Все ведь любят подобные голливудские истории. Мы надеемся, что эта история будет как раз о нас. Спасибо, пожалуйста, привет, доброе утро. К приезду в Россию команда геймеров PSG Quest подготовилась основательно. Помимо тренировок в видеоигре Dota 2, некоторые из них начали изучать русский. В команде пять киберспортсменов из Ливана, Казахстана и Украины. Первыми прилетели ливанцы. Очень мягкий был полет, хорошо добрались. Немного напугала погода, все-таки минус 20 градусов. О вашей стране я слышал очень много хорошего. У нас в команде есть участники из России. Говорят, еда здесь прекрасная. Немного посмотрел информацию о Казани в интернете, но думаю, лучше все увидеть самому. Их сборная появилась лишь год назад. В чемпионате DPC по Dota 2 они уже заняли первое место. Теперь намерены покорить игры будущего. Мы верим в свою победу. Тренировались усердно. Пока сложно делать какие-то предположения об играх будущего. Но очень интересен этот симбиоз электронного мира и мира реального. Из Стамбула в Казань этой ночью прилетели 60 дотеров и хоккеистов из Эстонии, Перу, Боливии, Бразилии, Индонезии. Всего из 14 стран. Мы готовим уникальную программу. Мы надеемся зарядить уже здесь в аэропорту наших ребят, чтобы они показали высокие спортивные результаты. И, соответственно, эту энергию передали дальше как на спортивных площадках зрителям, так и нашим зрителям у экранов телевизоров и телефонов. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта. Гости и участники международного турнира будут стекаться в Казань вплоть до 20 февраля. Уже на этих выходных аэропорт имени Габдуллы Тукая примет баскетболистов из Франции, Аргентины и Белоруссии. Серина Васильева, Алмазединов, ТНВ, Казань. Депутаты Госсовета сегодня открыли весеннюю сессию. После долгого перерыва повестка заседания ожидаемо получилась насыщенной. Наибольший интерес вызвало выступление руководства МВД. В парламенте впервые выступил исполняющий обязанности министр Алексей Соколов. В общей сложности доклад и его обсуждение заняло час из повестки. Ситуация с кибермошенничеством, рост ДТП, подростковая преступность и масштабное дело о лже-младенцах. Репортаж Дмитрия Аренина из Госсовета. С момента предыдущего заседания парламента прошло почти два месяца, а потому накопилось множество вопросов. Повестка получилась насыщенной и разнообразной по тематике. В план заседания вошло три десятка вопросов. В начале дня парламентарии решили кадровые вопросы. Депутатский мандат Ильшата Ганеева, его не стало в конце прошлого года, перешел к Диноросу Раилюшем Суддинову. Председатель комитета Госсовета по жилищной политике Александр Тыгин сегодня сам сложил полномочия. Ранее он был назначен начальником госжилинспекции республики. От имени всего депутатского корпуса позвольте выразить благодарность Александру Васильевичу Тыгину. Он довольный, улыбается. Садитесь, пожалуйста. За активную парламентскую деятельность, отметить его высокопрофессионального, компетентного инициативного председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Мы приняли решение наградить его благодарственным письмом. Созыв подходит к концу. Поэтому, в принципе, что мы планировали, почти все нам удалось. Отчет о своей работе в минувшем году депутатам представило Министерство внутренних дел по Татарстану. В связи с отставкой Артема Хохорина с докладом выступил Алексей Соколов. Он исполняет обязанности главы МВД. Как сообщил, полицейские зарегистрировали свыше 50 тысяч преступлений и раскрыли более 23 тысяч дел. Мигранты на криминогенную обстановку заметного влияния не оказали. Зато кибермошенники вызывают беспокойство. Процесс предсказуем. Основная причина – интенсивная динамика роста преступлений с использованием современных технологий на протяжении последних лет. В прошлом году их количество выросло в полтора раза. Ситуация отражает картину в целом по стране. Без их учета массив регистрируемых преступлений, в том числе тяжких, заметно ниже. Депутаты адресовали целый ряд вопросов. Почти каждый день мы видим сообщения об авариях, о погибших, раненых на дорогах нашей республики. Я вот сегодня даже считал уже. Каковы прогнозы на год? Основная доля погибших по этому году – порядка 60% – это встречка, уезд на встречную полосу, и порядка 25% – это пешеходы. Много трагедий, как вы знаете, было свяжено в том числе с ухудшением погодных условий и сильнейшим снегопадом. Контроль за участниками дорожного движения усилен. Обратила внимание, что выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними. И в обществе, конечно, фигурирует много разных тут и домыслов, наверное, а все-таки вот ваша официальная точка зрения, в чем причина. Подошел в основном за счет многоэпизодных преступлений, связанных с участием подростков в сфере незаконного оборота наркотиков. Я эту тему уже заострил в полтора раза в рост и мошенничать почти в два раза в рост. Парламентарии попросили разъяснить, какие меры необходимо принять, чтобы пресечь мошенничество с материнским капиталом. По всей стране действовала преступная сеть по незаконному получению денег. Свидетельство о рождении выдавали несуществующим младенцам. Хищение бюджетных средств, конкретно материнского капитала, путем подлога документов, сведений о рождении ребенка. Подобная схема выявилась и в других регионах Российской Федерации. Речь идет о рождении вне медицинской организации и без оказания медпомощи. В связи с этим учреждение ЗАГСа обязано выдавать свидетельство о рождении, при этом каких-то документов уже из госучреждения не требуется. Все это позволило мошенникам выстроить эту преступную схему. Мы вывели и доказали 14 фактов на хищение 7 миллионов рублей. Без помощи законодательного органа, конечно, не обойтись. Здесь нужно вносить изменения в федеральный закон об акте гражданского состояния. Подводя итог, Фарид Мухаммедшин поблагодарил за работу МВД и всех правоохранителей. И отметил, парламент готов оказать законодательную поддержку. Те вопросы, которые в докладе поднял Алексей Владимирович, в части, если требуется законодательное какое-то регулирование, давайте совместно обращайтесь к нам. Значит, с вашими предложениями мы обязательно без рассмотрения не оставим. О своей работе парламентариям сегодня также доложил руководство госинспекции труда. В минувшем году выявили более 200 нарушений. 450 работников восстановили свои трудовые права. Дмитрий Ирин, Рамзельгарипов, ТНВ, Казань. Сегодня доклад о деятельности уполномоченного по правам человека представил Сырья Собурская. В аппараты и через информационные сервисы, в том числе народный контроль, поступило более 160 тысяч обращений. 80% из них решены положительно. Основная тематика ЖКХ, получение медпомощи и транспортное сообщение. Сырья Собурская поблагодарила общественников за помощь в решении проблем. Фарид Мухаммедшин призвал местной власти больше внимания уделять обращениям граждан и не затягивать решения вопросов. Эффективность деятельности по защите прав человека защиты возможна только благодаря тесному сотрудничеству с институтами гражданского общества и общественными помощниками. Глава муниципальных образований. Я особо хочу обратиться вот с этой трибоны. Эта работа правительства нашей республики ведется. Алексей Валерьевич, вопросов нет в министерствах, в ведомствах. Справка, которой я ознакомился, тоже об этом говорит. Но в муниципалитетах, остаток медицинских, нам надо довести эту работу. К госсовету сегодня представили программы развития КФУ. Как доложило руководство ВУЗа, они укрепили свои позиции в первой группе ведущих университетов России. Здесь выношивают амбициозные планы, хотят создать центр прецизионной хрономедицины, запустить собственную фабрику катализаторов, а также новый институт искусственного интеллекта. Также КФУ нужен собственный технопарк. Депутаты поинтересовались размером стипендией, закреплением выпускников и подготовкой кадров для преподавания на татарском языке. По обучению на татарском языке, значит, мы выполняем госзаказ от республики Татарстан. У нас обучаются и педагоги на татарском языке, и специалисты по истории татарского народа. Мы здесь продолжаем обучение, никаких проблем не вижу. Более того, те педагоги, которые обучаются по заказу, они получают достаточно хорошую стипендию. Кстати, вопрос о стипендиях. Они получают стипендию по 15 тысяч рублей. Сегодня завершается визит делегации Татарстана во главе с Рустамом Минихановым в Иран. Представители республики работали в Исфахане, третьем по величине городе страны, после Цегерана и Мешхеда. Гостям показали медгородок и медицинский кластер провинции. О сотрудничестве Исфахана и Татарстана говорили уже на межрегиональном форуме. Здесь представили социально-экономические и промышленные показатели двух регионов. Рустам Миниханов отметил, все члены делегации впечатлены красотой и уровнем развития провинции. Цель нашей поездки – расширение экономического сотрудничества, налаживание новых контактов. Мы высоко ценим взаимодействие между нашими республиками в рамках российско-иранских отношений. У Татарстана и Ирана богатые исторические, экономические и культурные связи. Накоплен большой опыт сотрудничества. Исфахана – один из ведущих регионов Ирана по социально-экономическому и промышленному развитию. Об этом Рустам Миниханов говорил уже на встрече с губернатором провинции Сиедом Резой-Мартазави. Здесь развито текстильное производство, металлургия, сельское хозяйство, а также авиационные и автомобильные отрасли и фармацевтика. В провинции есть крупные нефтеперерабатывающие и электротехнические комплексы. Как подчеркнули, Татарстан и Исфахан могли бы сотрудничать по ряду ключевых направлений. Это производство – халяль, медицина и туризм. Мы наметили конкретные шаги между нашими субъектами. Принято решение сегодня о создании рабочей группы, где будут все направления. Это и торгово-промышленные палаты, это и система гостеприимства, это туризм, это и здравоохранение, образование. Ну и самое главное – наши контакты в области обмена делегациями. Ровно месяц остается до выборов президента страны. Сегодня в Казани распределили эфирное время на татарстанском телевидении и радио между кандидатами на пост главы государства. В дебатной сетке и наш телеканал. С 17 февраля в СМИ начинается агитация. Как этим временем распорядятся представители кандидатов, узнал Рамиль Галиулин. Представители кандидатов на пост президента сегодня могли вспомнить свои студенческие годы. Только вытягивали не билеты с вопросами экзамена, а конверты со временем эфира. Его для трансляции роликов и дебатов предоставили 5 татарстанских телеканалов и 7 радиостанций. У нас завершились два важнейших этапа – это выдвижение и регистрация. 29 дней осталось до начала голосования на выборах президента Российской Федерации, важнейшей избирательной кампании, которая определит векторы развития нашей страны. На восьмые по счету выборы президента страны допущены 4 кандидата. Агитационный период СМИ начнется с 17 февраля. Указанное время, я уверен, поможет кандидатам в телевизионном и радиоэфире изложить свои предложения по улучшению качества жизни наших граждан. Очень важное событие – жеребьевка эфирного времени, чтобы до избирателей донести всю информацию. Мы обязательно с этим возможностью воспользуемся. Не только с этим возможностью, но у нас уже идет агитация и пропаганда. Выпустили свою газету, листовки. Хотим максимально эффективно отработать эту предвыборную кампанию, для того, чтобы максимальное количество людей о нас узнали. Увидеть и услышать участников предвыборной кампании можно будет и в эфире нашего телеканала «Нина Булгар-Радиуса». Всего предоставляется 510 минут. То есть каждый житель республики, по большому счету, включив телевизор, включив наш телеканал «ТНВ Торстан» или радиостанции «Булгар-Радиуса», в 11 часов по будням может ознакомиться с платформой и того или иного кандидата в президенты России. Агитация в СМИ продлится до 15 марта. Дня тишины в этой избирательной кампании не будет. Рамиль Галиулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани наградили лучших волонтеров регионального отделения избирательного штаба Владимира Путина. 45 человек из 400 собрали наибольшее количество подписей. Это представители «Молодой гвардии», «Народного фронта», волонтеры Татарстана, «Казань молодая» и волонтеры из районов. Благодарственные письма им вручили сопредседатели избирательного штаба, герой России Расим Баксиков и блогер, общественные деятели Алина Гималдинова. Когда вся страна отдыхала, вот январские праздники, да, холода, бураны, да, они шли на работу. Результатом их качественной работы, добросовестного отношения явилось то, что когда мы 8 января сдавали подписи, подписные листы, правильнее сказать, сдавали в центральный избирательный штаб, город Москва, к нам, к Татарстану практически не было никаких вопросов. По результатам, по количеству подписей можно сказать, что они превзошли мои ожидания по этому поводу. Поэтому высоко, высоко оцениваю их работу. Сегодня кандидат в президенты от ЛДП Реонид Слуцкий проверил ход проведения всероссийского опроса граждан в штабе партии. Волонтеры рассказали, как проходит масштабная акция в регионах, с какими проблемами обращаются жители, а также передали обращения граждан. Несколько из них Леонид Слуцкий рассмотрел по ВКС лично. Продолжается рабочий визит кандидата в президенты России от КПРФ Николая Харитонова в Екатеринбург. Сегодня он провел встречу с избирателями, пообщался с руководством и трудовыми коллективами крупнейших промпредприятий. Сегодня в стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 35 лет выводу советских войск из Афганистана. В своих соцсетях Рустам Мениханов отметил, что наши доблестные военнослужащие всегда с честью защищали интересы страны, в том числе за ее пределами. И сегодня воины-афганцы выступают образцом выполнения воинского долга, являют собой пример для молодежи. В своем обращении первый вице-премьер Рустам Нигматолин отметил, «В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем соотечественникам, проявившим самоотверженность и преданность Родине, в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и Россией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам. Наши воины-интернационалисты доказали, они достойны героического прошлого отцов и дедов. Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял в этих вооруженных противостояниях родных и близких, верных друзей и товарищей. Уникальный опыт воинов-интернационалистов востребован и в наши дни, в период проведения СВО. Сегодня ветераны боевых действий, представители общественных и молодежных организаций пришли в Парк Победы. Здесь они возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, почтили их память с минутой молчания и провели торжественный митинг. За 10 лет войны в Афганистане более 9 тысяч татарстанцев выполнили свой долг. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы сделали. И низкий поклон всем тем причастным людям, которые занимаются сегодня патриотическим воспитанием молодежи. Только так мы сможем сохранить нашу замечательную, великую страну. Традиционно мы каждый год здесь собираемся с ребятами, вспоминаем ребят, которые погибли. Значит, едем по кладбищам, вспоминаем свои события какие-то. Первым тяжеловато было, там с бытом было тяжеловато нам, конечно. Но ничего вынесли, все это вынесли. Молодые были тогда. Сегодня в условиях проведения специальной военной операции подобные мероприятия сближают жители нашего города, жители республики Татарстан, жители страны. И молодежь Татарстана не может оставаться в стороне столь значимой даты для нашей Родины. Воинам-интернационалистам посвящен музей Гиндукуш в селе Старое Абдулова Тукаевского района. Его создали сами участники боевых действий в Афганистане. Первыми экспонатами были их личные вещи. За 15 лет музей вырос до трех выставочных залов и тысячи предметов. Сегодня в честь памятной даты здесь прошли экскурсии для школьников и встречи с участниками боевых действий. Эти письма мамы этих парней уже выучили наизусть. Два года назад вот они передали нам в музей. Ученики Старо-Абдуловской школы – частые гости музея боевой славы Гиндукуш. Сегодня им рассказывают про боевые действия в Афганистане. Этой теме посвящена основная экспозиция. Гиндукуш – это название гор. Музей начался с небольшой комнатушки. Туда собирались военные формы. Все, что связано с армией. Письма, каски, все, что у кого-то дома хранились, фотографии приносили. Собирали экспонаты сотрудники нашего клуба, библиотекари. Прямо ходили по домам. Гиндукуш открыли 15 лет назад в честь 20-летия вывода советских войск из Афганистана. Идейный вдохновитель и создатель Айбулат Якубов. Он был афганцем и считал своим долгом хранить память о героях тех лет. Это стало делом его жизни, рассказывает вдова Айбулата Якубова Резеда. Он в 1985 году, 5 июля, остался в живых один в заставе на войне с душманами. Тогда его наградили медалью за отвагу. Он сам говорил, остался в живых на афганской войне, чтобы почтить память своих однополчан. Патриотическое воспитание молодежи является основой всеобщего патриотического воспитания. Айбулат Якубов ушел из жизни в декабре прошлого года после продолжительной болезни. Горсть земли Афганистана, которую он тогда после службы привез в спичечном коробке, стала первым экспонатом музея. Всю эту работу начал Айбулат. Музей – его большая заслуга. Он тогда работал председателем сельсовета. Нас собрал, объединил, и мы все вместе уже по крупицам собирали экспонаты. Сначала свои личные вещи, потом начали отовсюду привозить. В 2011 году музей получил статус муниципального. Сегодня здесь более тысячи экспонатов, три больших зала, коллекции стрелкового оружия, военной формы разных войск, фотографии, письма военнослужащих, их личные вещи. Десять лет назад на территории Дома культуры, в котором и располагается музей, появились памятник и военная техника. Это дозорная разведывательная машина, на которой и служили в Афганистане. Ее привезли сюда специально из военной части Оренбургской области. 15 февраля, получается, у меня второй день рождения, день в Афганистане из Афганистана. Фарита Галеудинова призвали в армию в марте 1982 года. Через три месяца он уже участвовал в боевых действиях в Афганистане. Служил во второте, возил боеприпасы, продукты. Как сегодня помнит, 15 февраля 1983 года. 17.30, город Герат. Их колонна попала под обстрел. Фарит Галеудинов получил тяжелое ранение. Ранил в обе руки, одно плечо, одно вот сюда. Практически я свой КАМАЗ выехал без обоих рук. Так получилось, я смог вывезти свою машину из-под обстрела. Риф Хузи Ахметов служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Оттуда отправили в Афганистан, вспоминая самые страшные дни. В городе Анхой был большой праздник. И вот тогда был минометный обстрел со стороны душманов. И очень много минных жителей погибло, ранено было. Вот это я перед глазами, как помогали, вывозили. Отправляю, Господи, вот это тоже перед глазами стоит. Своими воспоминаниями ветераны поделились с ребятами. День окончания боевых действий в Афганистане – это день памяти. Из Тукаевского района служили 150 ребят. Семь из них погибли. Память о них хранят в музее Гендукуш. Сегодня дело Айбулата и Купова продолжают его верные товарищи. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Тукаевский район. В Доме правительства сегодня вручили медаль именобороны России за помощь в бою. Наградами отмечены мама мобилизованного медработника, руководитель инициативной группы «Тепло рядом» врачам Татарстана Ирина Горбунова и соучредитель инициативной группы «От сердца для победы» Олег Акимов. За личные заслуги в оказании медпомощи в условиях военных действий и за успехи в медобеспечении медали получили Олег Акберов, Сергей Погодин, Рамиль Тураев, Лилов Азлеев и Рустем Хайрулин. Сегодня 118 лет со дня рождения Мусы Джалиля. В этот день мы вспоминаем героя-поэта и джалиловцев. 11 человек были казнены в немецкой тюрьме Плёцензее. Будучи в плену, они организовали подпольную группу в легионе Идель-Урал. Их подвиг стал символом мужества и стойкости советского народа. Сегодня в Казани творческая интеллигенция возложила цветы к памятнику Мусе Джалилю. Отдать дань уважения и памяти на площадь 1 мая также пришли жители и гости столицы. Мусе Джалиль яркий представитель татарского народа. Он своим творчеством, своей жизнью, своим подвигом всегда показывал пример вот этого патриотизма. Патриотизма глубокого, когда мы служим своему народу, своему отечеству во всех перипетиях его судьбы. Только раз в год в день рождения Мусы Джалиля из фондов Национального музея выносят оригинал моабитских тетрадей. Это сборники стихов, которые поэт написал в плену и успел передать перед казнью. Сегодня честь вынести тетрадь удостоен герой России Рассимбаксиков. Он рассказал еще накануне, вновь прочитал стихи Джалиля и был поражен в каких тяжелых он оказался условиях, но его дух не был сломлен. Он продолжал творить. В сборнике 93 стихотворения разных по содержанию и настроению, от обличающих преступления фашистов до юморесок. 58 лет назад тетради в Национальный музей передала супруга Мусы Джалиля Амина Ханум. Тетради, которые писал герой Советского Союза, и где писал в плену, причем еще и в Берлине. Конечно, это большая честь. Дрожащими руками нес. У него не привязаны к временам, так скажем, его стихотворения. И про героизм, и про любовь к Родине. Он истинный сын нашей Родины. Традиционно памятное мероприятие в этот день проходит в разных городах России. В Москве к датце приурочили гала-концерт третьего международного фестиваля поэт и музыка. Символично, что торжественное мероприятие прошло в Московской консерватории имени Петра Чайковского. Именно здесь работал Муса Джалиль. Об атмосфере этого дня в репортаже Дины Газалиевой. Юная Лиза буквально заворожила зал своей игрой. Скрипачка Лиза Малышева Джалиль, правнучка поэта и героя Муса Джалиля, открыла гала-концерт музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка». Жалко тихо. Прошло сердцебиение. Фестиваль проходит в третий раз и всегда трогательной грустью он отзывается в сердцах зрителей. Ведь участники музыкально-поэтического действия – юные таланты, которые смогли появиться на свет благодаря героизму и мужеству таких воинов, как Муса Джалиль. Татьяна Малышева – внучка поэта и героя, композитор и организатор музыкального фестиваля. Татьяна Михайловна призналась нам, что выбор места в Москве для проведения фестиваля «Московская консерватория» совсем не случайен. В этом году в этих легендарных стенах, что гораздо более символично, потому что это место, в котором работал и был Муса Джалиль, это место, где организовывалась оперная студия татарская, которая дала начало татарскому театру. То есть это легендарное место, и более логично, что концерт проходит финально здесь. Этот день, день рождения Муса Джалиля всегда по-особенному значим для всех татар. Важный смысл в сохранении памяти очевиден, особенно в текущей ситуации, когда подвиги наших героев – пример для подрастающего поколения. И вот это участие молодых ребят, чтецов, которые прекрасно читают стихи и по-татарски, и по-русски, это, конечно, вот то, о чем можно только мечтать, чтобы молодые помнили. В Москве на Борисовских прудах стоит памятник герою. У его подножия встречаются 15 февраля те, кому Муса Джалиль дорог. Именно из Москвы поэт ушел на фронт Великой Отечественной войны. А до этого все годы был активным деятелем татарского культурного центра столицы. Роза Шакирова – директор одноименной школы имени Джалиля в Москве. С трепетом признается, что родилась, как и герой Советского Союза, 15 февраля. В воле судьбы так получилось, что я живу с именем Муса Джалиля всю жизнь. И работаю директором школы, которая носит имя Муса Джалиля. И детям, вот только сегодня, когда возлагали цветы, я рассказывала о том, что Муса Джалиль свой главный подвиг совершил в тишине, в застенках тюрьмы. И писал стихи, которые прославили его на весь мир. И стихи его были главным орудием в борьбе против фашизма. И отныне светлая слеза станет для врага страшнее гроз, чтобы никогда твои глаза больше не туманились от слез. Ученики школы сегодня прочитали стихи у подножия памятника. Почетный караул, кадеты и представители татарской интеллигенции Москвы возложили цветы. И это все тоже уже стало доброй традицией. 118-ю годовщину со дня рождения Муса Джалиля Москва встретила торжественно и с теплотой. Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва. Это были новости Татарстана. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте и сядемся в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки характер погоды начнет меняться. Будет облачно и пройдет снег. Подробности после полезной информации. Банк Каверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Балтасе, Кукмаре и Зеленодольске облачно, снег. Температура в течение суток 16-17 градусов мороза. В Дрожаном, Тетюшах, Камском устье такая же картина. Облачно, местами снег. Температура 16-17 и днем и ночью. В Мамадыше, Аксубаево и Нурлате осадков не прогнозируют. Температура такая же. Минус 16-17 и светлое и в темное время суток. В Нижнекамске, Сарманово и Актаныши облачно. Осадков не ожидается. Днем минус 16-20, ночью то же самое. В Альметьевске, Азнакаево и Бугульме будет пасмурно, без осадков. Днем минус 16-17, ночью 16-18 градусов ниже нуля. В туристических городах республики морозы тоже немного ослабеют. В Свияжске температура и днем, и ночью одинаковая. Минус 16 градусов. Будет облачно, пройдет снег. В Болгаре в течение суток минус 17, здесь облачно, днем без осадков. В Велабуге облачно, снег не прогнозируется. Температура 17 градусов ниже нуля. Санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 20 февраля в аптеках «Фармленд» на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8-92-72-36-71-75. Сайт санчи.рф. В Казани прогнозируют облачность и осадки в виде снега. Температура днем минус 15, ночью минус 16. Атмосферное давление высокое. 776 миллиметров тут на столба. Ветер юго-восточный около 4 метров в секунду. Влажность в воздуху 67%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. До встречи. Берегите себя. Кандария Газума Шлоболсон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова